Сегодня у нас лекция на тему динамическое программирование. Мы рассмотрим некоторые задачи, которые решаются этим методом. Вообще, задачи и методы решения динамическим программированием чуть разные, поэтому мы рассмотрим на разные методы разные задачи. Вообще, наше такое узнавание этого будет проходить через задачи. То есть я буду формулировать какую-то задачу, и мы будем пытаться ее решить. И потом я сформулирую другую задачу, но чуть-чуть другой метод, как происходит, ну и так далее. Вообще, общими словами динамическое программирование можно описать следующим образом. Это такой способ, ну вообще говоря, что обычно задача требует? Обычная задача требует найти какой-то ответ. Ну, например, если у нас задача о, там, я не знаю, ну давайте куда-нибудь далеко, о кратчайшем пути, нас требует найти кратчайший путь. При этом, как бы, среди всех путей, которых может быть очень много, нас требует найти один с минимальным, как бы, весом. Если нас в задаче там просят найти какой-то элемент, например, в двоичном поясе, где нас просили найти позицию, то нас просят найти именно позицию. Вот. Вот в примере номер один, где, например, про кратчайшие пути. Путей может быть очень много. Ну, вообще очень много. И поэтому простой метод перебрать все возможные ответы, а потом проверить и найти наилучшие, он не всегда нам подходит. Ну, потому что просто очень долго. Очень долго мы будем перебрать все эти возможные ответы. Динамическое программирование позволяет, позволяет, первое, разбить все возможные ответы на некоторые классы и считать ответ для какого-то подмножества всех, ну, для какого-то класса ответов. То есть какой из них наилучший из всех ответов. Ну, как бы, нам надо перебрать, например, про кратчайшие пути. Мы все пути как-то классифицируем, например, до какой вершины они доходят. И будем считать такую функцию. Ну, и по-другому, если об этом подумать, что мы как-то классифицируем какие-то ответы, то динамическое программирование чем-то немножко похоже на разделе и властвы, но таким не является. Так как мы будем про некоторые классы описывать, какую, как бы, функцию мы вычисляем для этого класса и наилучший, как бы, ответ хранить. Мы будем, чтобы решить задачу, мы будем пытаться решать ту же самую задачу, но для более, но более меньшую, как бы, для меньшего инпута. Вот. А дальше решать для одного или нескольких меньших инпутов и после этого собирать ответ в один, чтобы получить ответ для большего инпута. В целом, мы будем как-то либо задачу уменьшать, либо задачу уменьшать на несколько задач маленьких, пытаться их решать тем же самым способом. То есть, у нас в каком-то смысле будет рекурсия, но алгоритм будет не рекурсивный. У нас будут формулы рекурсивные, мы будем считать ответ для классов. Вот. Ну, это так абстрактно. Давайте лучше на примере, на примере более понятно. Давайте первую задачу рассмотрим следующую. Ну, задача о кузнечике. Вот у нас здесь прямая, и напрямую у нас такие столбики. Ну, давайте их обозначим просто точками. Точек всего n плюс один штук. Они номеруются от нуля до n, и изначально кузнечик сидит вот в нулевой точке. А хочется допрыгать до n той точки. И кузнечик за один шаг, он может сделать, то есть, за один прыжок, он может сделать следующее. Он может либо, ну, из любой, как бы, точки, если он, например, стоит в точке 2, он может прыгнуть либо в следующую точку, в номер 3, то есть из i в i плюс 1, либо прыгнуть из второй точки в точку номер 4, из i в i плюс 2. Ну, и дальше можно несколько вопросов задать. Ну, например, давайте зададим такой вопрос, комбинаторный вопрос. Сколько есть различных путей у кузнечика, которыми он может допрыгать от нулевой точки данной. Вот. Вообще говоря, всякие вот динамическое программирование нет такой хороший способ будет еще считать какие-то комбинаторные объекты. Возможно, не такие простые объекты, как там всякие перестановки, сочетания и более сложные объекты. Вот. Вот такая задача. Посчитать, сколько способов допрыгать. Ну, здесь, в принципе, это простая задача, и на самом деле, ну, такой прям самый концепт динамического программирования показывается. Давайте сделаем следующее. Давайте запишем функцию, которая нам будет о чем-то говорить, о каких-то числах путей. Ну, например, опишем функцию f от x. Это сколько способов, давайте, сколько, сколько есть способов у кузнечика, число способов, добраться от нулевой точки до точки x. То есть, сколько у кузнечика способов добраться от нулевой точки до точки x. Ну, вообще, наверное, если вы как бы-то, если вы как-то попробовали решить задачу сами, тут не очень сложное. Можно какими-то комбинаторными идеями догадаться, что у нас, ну, или на самом деле все эти идеи, они будут супер похожи на то, что мы сделаем динамическим программированием, догадаться, что это будет какое-то число фибоначи, инструменты, или n плюс первое. Вот. Ну, а давайте мы про динамическое программирование. Вот первое, что делаем, что, как, первая часть того, как мы решаем с помощью динамического программирования, это, вообще говоря, формальное описание задачи. Ну, вот у нас формально описана задача, и формальное описание задачи, мы создаем некую функцию, которая нам поможет посчитать как-то ответ. Вот наша функция вот такая, сколько способов от 0 до x. Она нам поможет легко посчитать ответ. Если мы знаем значение этой функции в n-той точке, то f от n просто это наш ответ. Ну, хорошо. Дальше надо понять, какую-то функцию посчитать. Ну, чтобы эту функцию посчитать, нужно как-то исследовать f от x. Что такое f от x? Это сколько способов от 0 до x ты дойти. От 0 до x ты дойти. Ну, если мы посмотрим вот точку x, то в нее, вообще говоря, последний шаг, давайте посмотрим вообще последний шаг, какой кузнечик сделал, чтобы прийти в точку x. Ну, и давайте считать, что x больше 0, то есть где-то не в начале x. В общем случае про x. Посмотрим там, где если в начале что-то будет, мы сделаем. Чтобы прийти в точку x, у нас два варианта. Либо мы придем из точки x-1, либо придем из точки x-2. Вот. И заметим следующее. Вот рассмотрим все пути, которые заканчиваются прыжком на 2. Они все отличаются от путей, которые заканчиваются прыжком на 1. Согласны? Ну, потому что первые пути, они не посещают x-1, а вторые пути посещают x-1. Поэтому они все пути различные. Кроме того, сколько есть путей, которые делают прыжок 2 в конце? Ну, их, понятно, f от x-2. Потому что любой такой путь, он описывается сначала путем до x-2, а потом прыжком. Просто есть б-екция между такими путями. Между путями до x-2 и между путями до x, которые делают в конце прыжок в длину 2. А сколько есть способов сделать второго вида прыжок? То есть это первый вид. Первый, это второй вид. Второй виды прыжок есть f от x-1. Ну и получается, что число путей допрыгать до точки x это f от x-2 плюс f от x-1. Такая рекуррентная формула получилась. На самом деле, динамическая проблема очень похожа на доказательства по матемической индукции. То есть там тоже у нас есть какая-то база и есть такой переход, где мы, переходя из более меньших доказанных утверждений, переходим к тем же утверждениям, но на более больших данных. Динамическая проблема очень похожа на матемической индукции, вообще почти то же самое. Только оно как бы не доказывает, а там либо считает число способов, либо находит что-то минимальное, либо еще что-то. То есть мы рассмотрим несколько раз задач и посмотрим, что мы вообще этого делали. Окей. Ну вот такая рекуррентная формула. Ну и чтобы эту рекуррентную формула считать, нам действительно нужны какие-то начальные значения, потому что эта рекуррентная формула только работает для всех x больше либо равно 2. Ну потому что для x равно 1 у нас не определенный f от x минус 2, f от минус 1. Мы не понимаем вообще, что такое добраться до точки с минус 1 такой точки не существует. Ну вообще говоря, мы для точки номер 1 у нас один способ добраться есть, просто шаг сделать 1 и до точки 0 тоже один способ есть, просто ничего не делать. Поэтому f от 0 и f от 1 это 1. Ну все, теперь если мы вот так сделали и вот так посчитаем ответ, то потом в f от n у нас будет лежать наш ответ. Ну и видим, что это во-первых, число Фаберначи, а во-вторых, как считать? Ну и считать следующим образом. Нам надо все значения функции при всех x посчитать. Это обычно делается следующим образом. Давайте на самом деле есть, если более детально рассматривать, несколько способов это сделать, но давайте какой-нибудь один способ, давайте вот который вот наша формула есть, его можно посчитать. Просто говорим, что у нас массив будет, мы заводим массив размера n плюс 1, говорим, что f от 0 1, f от 1 1, ну а дальше мы от 2 кидай n делаем следующее, f от i равно f от i минус 1 плюс f от i минус 2. Вот такой цикл. И в конце f от n это наш ответ. То есть там ну вот вообще говоря, такое число Фибоначчи, всякие рекуррентные формулы, ну точнее так получилось, что на самом деле задача решение динамического программирования это подсчет каких-то рекуррентных формул, каким-то правилам. То есть там не всегда будет такая формула в таком виде просто плюс, там иногда минимум, иногда надо какой-то там сумма чего-то, иногда еще что-то. Вот. Но вот конкретная как бы рекуррентная формула всегда у нас какая-то будет присутствовать. Все способ. Окей, ну это вот такая стандартная задача. Давайте теперь немножко задачу... О, тут есть вопросы какие-нибудь? Есть, сразу могу ответить. Задачу немножко изменим. Давайте скажем, что, ну, как скажем, кузнечик, ну, чуть абсурдную легенду, давайте в каждой точке у нас еще записано число. Число либо положительное, либо отрицательное. Положительное, это там кузнечик находит клад, ну, например, отрицательное, он теряет сколько-то денег. кредит взял настолько, в общем. Вот. Ну, а, нет, кредит неправильно, он тогда, деньги увеличиваются, как бы баланс ноль. Ну, в общем, либо его там, понятно, к нему подходят, деньги забирают в точке, либо он там в точке деньги лежат, он их получает. Ну, обычно на денегах все более понятно становится, как говорит мой научный руководитель, когда про деньги начинаю говорить, все более понятно, поэтому мы деньги обсуждаем. Вот. Но на самом деле это не важно, просто есть числа, у нас, мы приходим в точку и это число прибавляем. Нам нужно найти такой путь кузнечика, у которого сумма, давайте считать, максимальная. Хорошо? То есть просто найдем, каким способом должен пропрыгать кузнечик, чтобы его, как бы, добыча денег была максимальной. Ну, либо там, понятно, если в итоге баланс отрицатель вышел, чтобы как можно меньше он потерял. Ну, в общем, чтобы сумма была максимальная. То есть, что у нас вообще происходит? У нас есть число АИТ, А1, ну там, А0, А1, ну, или можно считать, что в нулевой точке ничего не происходит, вообще там нет, он там просто сидит и все. А1, А2 и так далее. АН, это числа, собственно, положительные и отрицательные, какую он прибыль получает. И нам нужно минимизировать, ой, максимизировать сумму тех, которые он посетил. Тогда можно немножко, ну, функция у нас будет примерно такая же, то есть, тоже для какой-то точки. Ну, вообще говоря, почему для точки? Ну, потому что одной точкой у нас описывается множество путей. Множество путей это те пути, которые идут из нуля в точку Х. И вот мы опишем, вообще говоря, давайте найдем F от Х, это будет какую прибыль, то есть прибыль, максимальная, максимальная прибыль, максимальная прибыль, которую получит кузнечик, Макс, прибыль, если начать в нуле и дойти до точки Х. Вот какую максимальную прибыль получится кузнечик. Ну, история такая же, что у нас кузнечик либо пришел из Х минус 1, либо из Х минус 2. Кроме того, ну, например, пусть мы знаем, ну, предположим, мы как бы, кузнечик пришел из точки Х минус 2. Тогда он получит, во-первых, он получит, во-первых, АХТ денег сейчас, а во-вторых, он сколько-то денег до этого получил. Но раз он был в точке Х минус 2 до этого, то есть он как-то прыгал, тут прыгал, прыгал, оказался в Х минус 2, то, вообще говоря, среди всех путей, которые идут от нуля до Х минус 2, надо выбрать тот путь, в котором прибыль была максимальная. Да, потому что если мы выбрали не тот, который максимальная, то, очевидно, можем улучшить, выбрав максимальную и вот на разность увеличим нашу прибыль. Поэтому, чтобы получить наш ответ максимальный в точке Х, нам нужно знать максимальный ответ в точке Х минус 2. Ну, и то же самое для второго случая, для точки Х минус 1. Поэтому наше Ф от Х вычисляется следующим образом. У нас два варианта. Либо мы пришли из точки Х минус 2, либо мы пришли из точки Х минус 1. И надо посчитать, какую бы прибыль мы получили, если вы пришли из Х минус 2, какую прибыль получили, если вы пришли из Х минус 1 и выбрать наилучший из двух. Окей? То есть у нас будет минимум из двух. Минимум из двух. Первое, первое, это пришли из точки Х минус 2. Сколько мы заработали? Ну, мы заработали АХ, это вот сейчас. Плюс, сколько мы заработали, пока, как бы, прыгали из точки 0 в точку Х минус 2. Это Ф от Х минус 2. Согласны? Минимум. Понял. Максимум. Это я... Это описка, да. Деньги считаем, поэтому максимум. Все правильно. Либо вторая, как бы, второй способ допрыгать до точки Х минус 1, а потом дойти до точки АХ, до Х. То есть это АХ плюс Ф от Х минус 1. Ну, на самом деле, формулу чуть-чуть упростить можно, как мы вот сейчас записали формулу, то, что нам надо. И она упрощается, просто плюс АХ выносится, да, по математическим правилам легко выносится. АХ. Поэтому, на самом деле, надо просто прийти оттуда, где больше заработали. А потом уж все равно АХ получим. Вот. Такая история. Вот такая формула. Ну, и то же самое можем на начальное значение сдать. Ф от 0 это 0, мы зарабатываем. А Ф от 1 это А1. Ну, и точно так таким же циклом можем вычислить. Вот здесь будет А1. а здесь будет О, здесь будет минимум из двух. Минимум из F от максимум, да. Видите, у меня все. Что-то у меня все минимум, да, согласен. Так. Тянет к минимуму. Я же оптимизирую. Но не в ту сторону. Так, плюс А и Т. Ну, я А и Т как последний написал, давайте как массив. У нас обычно бывает это в коде-то. А1 и А и Т. Самый, я как бы не очень естественно пишу, у меня везде один индексация. Сейчас в мире как бы один индексация не очень принято в 21 веке. Вот. Но в целом это все технический момент. Ну, вот F от N нам нашло какую максимальную прибыль может получить кузнечик. Ну, в принципе максимальная прибыль знать максимальную прибыль хорошо, знать бы еще как кузнечик должен прыгать. Да? То есть все, вот мы получили максимальную прибыль, но хочется еще знать как кузнечик должен прыгать, чтобы эту максимальную прибыль получить. То есть найти сам путь. Нас же спрашивали не какую прибыль он может получить, ну, а еще как он должен прыгать, чтобы эту прибыль получить. Чтобы это сделать, есть два способа. Давайте оба способа рассматривать. Два таких, они более-менее одинаковые, просто одно сначала сохраняет ответ, а потом уже мы и пользуемся им, либо мы потом вычисляем ответ. Давайте попробуем. Первый метод, это, вообще говоря, кузнечик, ну не кузнечик, а мы должны запомнить, чтобы оптимизировать f от x, мы должны прийти из x-2 или из x-1. Если мы для каждого x это запомним, что было оптимальнее, прийти из x-2 или прийти из x-1, то мы легко восстановим обратно путь. Мы посмотрим на n, ту точку. Смотрим, откуда лучше прийти, из n-1 или n-2. Если это уже запомнено, то мы просто смотрим, о, из n-2 было лучше, поэтому идем в n-2, теперь оттуда надо как можно более оптимально прийти. В n-2 тоже записано, лучше из n-3 или из n-4 прийти, там тоже написано n-3, идем в n-3, ну и так далее. Обратно как будто с нами. Что мы для этого делаем? Ну для этого запоминаем еще одну, еще один массивчик, ну например, f от x. Ну например, f от x мы можем, ну у нас тут как бы несколько вариантов, что именно запомнить. Мы можем запомнить, какой длины прыжок мы последним сделали, чтобы это было оптимально. То есть мы из x-1 пришли, как бы или из x-2, то есть либо 1, либо 2 запомнили. Как это запоминаем? Ну давайте мы вот так здесь сделаем, смотрим, как мы это сделаем, ну давайте чуть-чуть код я исправлю. В общем надо показать, как это делается, и тогда будет понятно. Ну вот если f от i-2 больше, чем f от i-1, то есть теперь мы просто максимум не обойдемся, теперь надо if некоторые написать, чтобы p разные значения получились, то тогда выгоднее из i-2 прийти. Ну раз выгоднее из i-2 прийти, то так и посчитаем ответ, f от i равно, как будто бы мы пришли из i-2 плюс i, и запомним, что p от i равно, ну или давайте, может, 1-2 удобнее. Ну пусть будет 1-2, хорошо. Но 2 надо тогда вычесть. Из i-2 вот это вот пришли. То есть мы, pi- это такое число, что мы в точку i пришли из i-pi, да, в каком-то смысле. Ну а если так не лучше, ну или там равенство, неважно откуда мы пришли, мы будем говорить, что f от i равно f от i-1 плюс i, и говорим, что p от i равно 1. Просто запомнили, какое вычитание более оптимально. Это, ну, я не знаю, можно сказать, что это запоминание, в каком-то смысле предка, или запоминание, откуда пришли. Или запоминание, когда мы максимум из нескольких штук берем, мы просто запоминаем, откуда максимум был более оптимальный. Вот, а дальше что мы делаем? Дальше у нас есть ответ f от n. И надо сделать следующим образом. Надо построить такую последовательность n, n, там, минус p от n, ну, и там, и так далее. Интересно, конечно. Короче, так сейчас будет сложно. n-p от n, минус p от n, короче. И так далее. Лучше кодом написать, короче, чтобы было понятно. Давайте скажем, что k равно n, и начнем итератор k как бы двигать в обратном направлении по пути. То есть пока у нас, пока кузнечик не дошел до начала, пока k больше нуля, мы будем делать следующим образом. Как мы будем это делать получше? Эх, мы же еще не этот. Структуру данных не очень хорошо знаем. Ну, давайте путь просто в обратном порядке выдадим. До начала. Просто путь в обратном порядке выдадим. Мы напечатаем нашу точку, в которой мы сейчас находимся, а потом k присвоим k минус p от k. Давайте какой-нибудь пример, может, я напишу, чтобы более понятно было. Давайте вот кузнечик. Так, точки у нас есть. Ну и тут, например, 2, минус 3, минус 4, 5. Я прошу прощения. Почему тут мне звонят люди? Давайте пример. 2, минус 3, минус 4, 5. Вот кузнечик изначально здесь сидит. Давайте посчитаем нашу f. Наше f считается так. Давайте вот здесь это будет a, это будет f. f здесь 0, здесь 2. Здесь минус 3 плюс максимум из двух предыдущих, это минус 1. 2 максимум. Дальше минус 4 плюс максимум из двух предыдущих, это 2 и минус 1. Это 2 плюс минус 4, минус 2. И дальше 5 плюс максимум из двух предыдущих, это минус 1. И получается у нас здесь 5 плюс минус 1, это 4. Вот такое посчиталось f. Ну, более, еще p мы забыли посчитать. p это у нас для этой точки. У нас посчиталось как 1, для этой точки посчиталось как 2, и для этой точки посчиталось как 2. Но вот для этих двух точек мы p не определили, но, наверное, можно еще доопределить, что для p от 1 всегда равно 1. Это я, это я, кстати, забыл, да, что здесь надо еще p от 1 равно 1. Понятно, что такое p? Стоит кому-нибудь повторить, что такое p? Возможно, слишком элементарно рассказываю, возможно, непонятно. Поэтому давайте пока чуть-чуть потерпим, потом придем к другой задаче. Для тех, кто суперпонятно, будет что-то более интересное. Тем, кому непонятно, лучше сразу скажите. Вот, а дальше мы действуем все еще разом. Мы сначала вот сюда встаем, вот это k равно n, вот в пятую встали. После этого смотрим, о, надо на 2 назад пойти. Идем на 2 назад. Шикарно. Здесь написано, надо на 1 назад пойти. Идем на 1 назад. Здесь написано, на 1 назад пойти, идем назад, все, дошли до нуля. Вот наш путь, только в обратном порядке. Вы ввели 5, 3, 2, ой, а что у меня так? 4, точнее, 3, 2, 1. Ой, 4, 3, что я искал? 4, 2, 1, 0. Вот так, да. 0 еще не вывели, потому что k больше 0. Ну, еще потом принт 0 надо сделать. В обратном порядке наш путь вывели. Окей? Это первый способ. Второй способ сделать то же самое. На самом деле, это p не сохранять. Мы же знаем, вообще говоря, нашу формулу. И мы знаем, мы можем вычислить сами это p. То есть, когда мы вот здесь находимся, мы можем сами это p вычислить. Как его вычислить? Ну, вот посмотреть. Давайте я... Ну, может, я... Ладно, давайте я не буду стирать. Давайте я в другом месте еще раз напишу. k минус p от k. Повыше вот здесь напишу. Второй способ, как это сделать. Можно это p не использовать никак, а просто его вычислять прямо на ходу. Пока k больше 0. Мы печатаем k. А дальше надо понять, надо идти на 1 назад или на 2 назад. Ну, тут очень просто понять. Если наш ответ, который мы посчитали, то есть, если оптимальный путь до k-той точки, он берется из k минус второй точки плюс ak-той, то есть мы заново эту же формулу распределяем на две части, как бы вот такую и такую, то тогда, очевидно, можно в k минус второй пойти. k равно k минус 2. А если не так, то здесь как бы... Давайте комментарий тут напишем. На самом деле верно, что f от k должно быть равно f от k минус 1 плюс ak-той. Просто потому, что иначе третьего как бы не дано. Либо этому равно верхнему, либо нижнему. Это я комментарий написал. На самом деле не надо проверять. Ну и k присвоить k минус 1. То есть мы можем здесь явно посчитать заново формулу всеми как бы способами и посмотреть, а вообще отсюда мы пришли или отсюда. Окей? Ну и просто вот вне зависимости вообще говоря от того даже какая формула, мы просто можем посчитать. Я сейчас максимум нескольких величин. Посчитать каждый из них и сравнить с нашим значением. Если какой-то равен, то значит из того можно было прийти. Окей? Все, тогда с кузнечиком пока закончим. Собственно, это мы и нашли сам путь. Правда, в обратном порядке, но чтобы в том... Нужен порядке пройти, надо его куда-то записать, вернуть и вывести. А с кузнечиком покончено пока. Ну, на самом деле, мы вот решили какую-то задачу, ну, не о кратчайшем, а о длиннейшем пути, да? Ну, вот на таком специально построенном случае. И еще решили, сколько способов есть, да? Сколько способов, такая комбинаторная версия, да? Что мы именно посчитали число способов. Про пути такая... Мы оптимизировали поиск какого-то оптимального значения. Ладно, давайте. Следующая задача будет тоже про оптимальное значение. Называется наибольшее возрастающее подпоследовательность. Так, ну, задача следующая. У нас есть массив A1, A2 и так далее, A1. Ну, там числа, не числа, но, на самом деле, не важно. Просто числа можно сравнивать между собой. Это нам просто провозрастающие понадобится. Подпоследовательность это следующее. Это мы выбрали некоторые позиции и их в таком же порядке, в котором они шли, из массива как бы выдернули. То есть, если, например, у нас была какая-то последовательность 2, 1, 4, 5, 2, 3, то можем выбрать некоторые, например, 1, 2, 3. И это является подпоследовательностью. Просто подпоследовательность формально это такая последовательность индексов И1 меньше И2 и так далее, меньше ИК. Такого-то К, где И житое это от там единицы до Н. Ну и все. И это подпоследовательность. Подпоследовательность сама по себе она выглядит как АИ1, АИ2 и так далее, АИК. вот, это подпоследовательность здесь формально. Вот, и нам надо найти подпоследовательность, у которой максимальная длина, то есть k максимально, и при этом она возрастающая, то есть a и 1 меньше, чем a и 2, меньше, чем и так далее, меньше, чем a и k. То есть надо, чтобы возрастало. Например, вот эта подпоследовательность 1, 2, 3, вот эта подпоследовательность 6 элементов, она возрастающая, а подпоследовательность 2, 5, 2, она не возрастающая. Нам надо идти к максимальной длине. Ну, всего подпоследовательность их там порядка 2 в степени n, если пустую считать даже 2 в степени n, поэтому такое экспоненциальное число мы все подпоследовательности перебрать не очень. Хотим, не можем и не будем. А именно, ну, чтобы с подпоследовательностью как-то работать, чтобы понимать вообще, что это подпоследовательность, у нас есть одно ограничение на подпоследовательность, которое можно убирать, чтобы она была возрастающей. Ну, и значит, ну, например, следующее, что если мы хотим подпоследовательность на 1 увеличить, ну, например, у нас есть подпоследовательность 1, 2, а 3 еще нет, да, вот тут, подпоследовательность 1, 2 у нас есть. То, чтобы к этой подпоследовательности что-то справа дописать, то есть выбрать еще один элемент правее, чем все уже выбранные, надо только, чтобы следующее условие было, чтобы 2 было меньше, чем 3. Тогда автоматически из возрастающей подпоследовательности у нас получится возрастающая подпоследовательность. поэтому в каком-то смысле наша задача придумать функцию если мы посчитаем, получим ответ и вот в придумывании функции надо заложить какую-то структуру чтобы у нас эта функция нам вычисляла ответ с одной стороны она должна быть достаточно крутой, чтобы она вычисляла ответ но она должна быть не очень сложной, чтобы мы смогли ее вычислить функции баланс такой должен быть чем проще функция, тем ее проще вычислить чем сложнее функция, тем она больше нам информации может дать вот здесь мы сделаем следующим образом мы f от i, ну давайте посмотрим f от i это, почему я все время f называю? ну f функция короче на самом деле в программе я советую не называть f а как-нибудь более минимонично там число путей там или максимальный путь как-нибудь, короче чтобы было понятно я буду f писать просто на доске так проще ну и просто мы как бы f у нас будет занято нашим динамическим уровнем под функцию динамического программирования всегда f от i у нас будет наибольшее на самом деле очень похоже вот на предыдущую задачу сейчас у нас все будет наверное до такого же типа просто вот после кузнеечка потренируемся f от i это наибольшее давайте я так сокращу наибольшее возрастающая подпоследовательность у которой последний элемент последний выбранный элемент а элемент это а и т то есть а и т ну или давайте даже последний элемент в позиции и то есть а и т это как бы значение в позиции ну что это значит ну это значит следующее что вот например если мы у нас есть массив 2, 1, 4, 5, 2, 3 тогда f от вот ну давайте вот вот этого элемента например f от то есть у нас индекс это 1, 2, 3, 4, 5 6 то есть f от тройки это вот надо взять по определению это среди всех подпоследовательности у которых последний элемент вот эта четверка вот эта конкретная четверка то есть если бы еще какая-то четверка была то она не подходит это конкретная четверка позиции 3 надо выбрать наибольшую среди всех возрастающих ну тут возрастающих не очень много это просто четверка это 1, 4 это 2, 4 да вот а например 2, 1, 4 это не возрастающий ну это все включающие четверку они такие либо 1, 4 либо 2, 4 либо 2, 1, 4 То есть, например, f от тройки здесь конкретно у нас равно двум. Это длина, кстати, я не сказал, что это длина. Еще очень важное, что мы все-таки не саму последовательность храним, а длину именно. Окей, понятно определение. То есть мы среди всех последовательств, которые заканчиваются на этот элемент, выбираем ту, ну, среди всех возрастающих последовательств, выбираем ту, которая самая длинная. Ну, как теперь все устроено? Если мы хотим вычислить f от и. Если мы хотим вычислить f от и. Вот есть наш массив такой, массивчик. И мы хотим, вот здесь есть элемент с номером i. Мы хотим вычислить вот f от и. Если последовательность заканчивается на элемент, который в позиции i, то давайте подумаем о какой, ну, как и там вообще говоря, подумаем о какой был предпоследний элемент под последовательностью. Предпоследний элемент был где-то раньше i. То есть в какой-то позиции j, ну, такой j, что j меньше i. В какой-то из позиций. При этом еще некоторые условия должны выполняться. Ну, например, например, следующий условие должно быть, что ажитое должно быть меньше, чем аитое. Потому что если это не так, то последовательность не может быть возрастающей. Иначе она возрастание, как бы, ее возрастание вот здесь и нарушаться будет. j это именно предпоследний элемент под последовательностью. То есть на самом деле предпоследними элементами могут быть все элементы, у которых j меньше i и ажитое меньше аито. Теперь, вот пусть, ладно, предположим, пусть предпоследний элемент в позиции j находится. Тогда какой же максимальный у нас, какая же у нас наибольшая возрастающая последовательность, у которой предпоследний элемент j и последний элемент i? Ну, у нас какая-то последовательность тут идет. Какую-то последовательность вы выбрали тут, какие-то элементы. И еще i, как бы, дописали. Ну, логично, что вот здесь, не включая и элементов, выбранных под последовательность, должно быть как-то больше. Чем больше элементов, тем лучше конечные последовательности. Поэтому, сколько существует, точнее, какая длина самой длинной под последовательности, у которой предпоследний j и последний i? Это просто f от j плюс 1. Согласны? Просто f от j берем для нее наибольшую под последовательность, к ней дописываем i, и вот получаем. То есть можно к любой последовательности, которая заканчивается в житом элементе, дописать элемент i еще в конец, на позиции i. И у нас получится под последовательность на один длиннее. Ну, поэтому, чтобы это было максимальное, должна быть и предыдущая максимальная. То есть такое сохранение максимум, как там тоже было. Должно выполняться. Ответ следующий, это надо... Давайте я формулку запишу. Ответ следующий. f от i. Не, ответ как бы формула. f от i это следующий. Это минимум по всем j меньше, чем i. И... Опять? Опять. Так. Так. Нет, ну вообще хорошо, что вы есть. Но вообще, но с другой стороны, было бы странно, если бы я здесь один стоял, а никого бы не было. Вот. Так. j меньше i, такие что? Ну и еще, а житое как бы меньше, чем i это. То есть максимум среди всех таких j, что они меньше, чем i, и при этом а житое меньше, чем i это. И... Меньше, строго, да. f от жи плюс один. Это мы про длину только говорим, пока не про саму последовательность. Вот так. Вот видите, тут уже максимум. Уже максимум не от дох, а максимум от всех предыдущих. Не от всех предыдущих, а от... Ну, возможно, всех предыдущих. Если наш элемент, например, самый большой среди всех предыдущих, то тогда от всех предыдущих. Если нет, то от каких-то предыдущих. Возможно, от всех. Такая формула. Это длина. Ну и как вычислять? Ну, собственно, так и вычислять. Надо каждый f от и вычислять друг за другом. То есть, чтобы вычислить f от и, нам нужно знать f от жи для всех предыдущих. Поэтому мы вычисляем f в порядке увеличения i. Ну, поэтому... Давайте я быстренько напишу цикл, а мы, собственно... А, еще я про начальное значение не поговорил, но давайте поговорим сейчас. Я напишу просто формулку, а потом поймем, что с начальными значениями делать. Потом for g от а единицы до i минус один. Если a и t больше а житого, то тогда f от и... Я опять не массив использую, а последовательность. Почему-то вот здесь. f от и равно максимум из f от и... То есть в f от и как бы переменный храним. f от и как переменный используем, который максимум складываем. f от g плюс 1. В принципе, можно завести какую-то дополнительную переменную, но она по смыслу f от и будет. Это я написал просто формулку. Так, чтобы была. Про начальное значение я еще не сказал. Она, вообще говоря, рекурсивна. И есть некоторые проблемы. Иногда, иногда вот это множество, по которому максимум делаем, оно пустое. Ну, например, для первого элемента нет вообще никакого предыдущего. Поэтому надо как-то описать для этих штук тоже. Ну, тут несколько способов. Первый способ — это завести, например, завести фиктивный элемент в самом начале массива. А нулевое. И А нулевое — сказать, что... Ну, то есть если у нас было, например, 2, 1, 4, 5, 2, 3. Сказать, что А нулевое у нас просто минус бесконечность. И f от нуля равно нулю. Тогда у всех элементов есть предыдущий, и тем более у всех элементов есть предыдущий меньше его. Тогда все хорошо. Все множества не пустые станут. Это метод номер один. Метод номер два — нужно просто это отдельно обработать. Если у нас ни одного элемента не случилось, f от и тут бесконечность стала. Ну, или... А, не бесконечность. Ну, максимум, минус бесконечность, да, в каком-то смысле. Можно как бы отдельно обработать просто. Если f от и там минус бесконечность, ну, то есть чем инициализировать этот вопрос? Чем инициализировать? То есть если, как бы, мы ни один раз максимум не сделали, то просто задать его единицей. Всегда длина один бывает, потому что она сама. Но вообще говоря, самый простой способ — просто инициализировать единицей. То есть вот сюда вписать, f от и, вот сюда вписать, f от и равно один. Потому что если, как бы, что-то найдется, но найдется длиннее, чем один, если не найдется, то вот один. Ну, и это формально можно в формулу даже добавить, просто это максимум из этого и максимум из двух, как бы, вот этого числа и один. Один-то всегда есть. Один-то всегда есть. Сам элемент один. И тем более, вообще говоря, когда мы про нашу формулу рассуждали, да, мы говорили, а где же наш предпоследний элемент? Мы почему-то не подумали, что у нас бывает последовательности без предпоследнего элемента. Это тоже надо было как-то учесть. Но вот конкретно это, это один просто. Это когда есть предпоследний элемент, это когда нет предпоследнего элемента. Окей? Все, вот такая даже формула все вычисляет. Ну и теперь, как саму подпоследовательность найти? Ну, можно так же. Либо вот здесь запомнить, ну, например, можно вот здесь запомнить, ну, давайте перепишу, да, чуть-чуть, максимум на if заменю. If. Либо запомнить p, как мы там делали. Сейчас я покажу, как запомнить. Если f от и больше, чем что? f от и меньше, чем f от g плюс 1, то тогда f от и равно f от g плюс 1, и p от и равно g. Это просто откуда мы пришли. Если мы это запомним, откуда мы пришли, ну, например, давайте на примере даже я посчитаю что-нибудь. Формуку не хочется стирать. Ну ладно, вот это массив наш, это a, да? Вот здесь f давайте посчитаем и p. Ну, как мы будем, дайте без минус бесконечности. Ну, вот для первого элемента у нас f посчитается как 1, а p не посчитается никак. p будет просто 0. Для второго элемента 1, ну, у нас он переберет 1, поймет, что нет элементов меньших, и сюда тоже запишет 1, тоже 0. Потом пойдем сюда, четверочка, посмотрим, это i равно 4, i равно 3, g равно 1. Смотрим, 2 меньше, чем 4. Зайдет сюда, посмотрит, 1 плюс 1 больше, чем 0, поэтому запишет сюда 2. А сюда запишет, что он пришел из позиции номер 1. Ну, потом отсюда посмотрит, тоже будет 2, но 2 не больше, чем 2, поэтому так и оставит. Окей? Потом пойдет сюда. Он сначала запишет сюда 2, 1, а потом он увидит еще четверку в самом конце и решит, что надо записать сюда 3. А сюда тоже 3, потому что из позиции вот эти 3 пришли. Потом здесь двоечка, он запишет 2 и 2, потому что он длины 2, вот отсюда пришел, из позиции 2, да. И для этой позиции он запишет, видимо, ну, сначала запишет 1, потом, еще запишет 2, а потом запишет 3, потому что вот отсюда можно прийти 3. 3 и 5. Вот так. Короче, получилось. Ну и все, просто для каждой позиции запомнили, откуда пришли. Ну, и теперь отсюда начинаем путешествовать. Пришли из позиции 5, сюда пришли из позиции 2, все, закончили. Значит, у нас элементы 1, 2, 3. Окей? Ну, могли... А, ну, это я немножко неправильно сделал сейчас. Почему неправильно сделал? Ну, на самом деле, еще, как бы, надо сначала, сначала найти... Ответ я, короче, не рассказал, как получить из этой функции f. Чтобы получить ответ, в смысле, какой реально длина наибольшей возрасте, это не просто в n-том элементе, а это надо среди всех элементов найти максимальное число. То есть оно не обязательно последним. Если бы, например, была здесь двоечка вместо троечки, ну, давайте даже пусть будет здесь двоечка, тогда у нас здесь было бы 2, и пришло бы из 2 тоже. Так, да? Вот. И тогда бы у нас наибольшее возрастающее вот заканчивалось бы вот этой пятеркой. Окей? Потому что длины 3, вот 1, 4, 5. Ну, и здесь бы мы 1, 4... Здесь бы мы нашли 2, 4, 5. Как бы мы нашли 2, 4, 5? Вот мы из этой позиции идем в третью позицию, а из этой позиции идем в первую позицию. Ну, и тем самым мы прошли 2, 4, 5. Окей? Ну, только в обратный порядок, не надо развернуть. Ну, и второй способ, как я показал, второй способ, как я показал, надо сделать следующим образом. Надо p не вычислять, а сделать так. Надо найти, где наилучшее, ну, вот здесь наилучшее. После этого нужно, чтобы найти предпоследний элемент, надо перебрать все предыдущие. Ну, вот эти все три. Посмотреть, где у нас меньше, элемент меньше, ну, они все меньше. Все у них 2, 1, 4 меньше, чем 5. И посмотреть, у кого там записано значение на 1 меньше. То есть здесь записано тройка, должна быть, f должно быть на 1 меньше, чтобы он быть предпоследним элементом. То есть для него два условия должны выполняться. Чтобы этот элемент, как бы, значение было меньше, и чтобы функция наибольшего стоящего последовательства была на 1 короче. Ну, то есть она не может быть, но она не может быть там на 2, она может быть там короче сильно, но она не может быть длиннее. Она не может быть 3 или более, она может быть 2 или меньше. Надо взять ту, которая 2, чтобы мы могли 2, еще 2 найти после этого. Ну, и поэтому вот мы выбираем ее, а отсюда выбираем либо эту, либо эту. Неважно, мы длиннем либо 1, 4, 5, либо 2, 4, 5. Окей, тоже второй способ, не вычисляя как бы p. Понятно? Или может пояснить что-нибудь еще? Я некоторые вещи пропускаю, говорю на словах, не показывая. Но вообще говоря, если кому-то непонятно, могу более подробно пояснить на примере. Вон какой-нибудь другой пример. Окей? Ладно. Ладно, вот наибольшая соответственность. Вообще говоря, наибольшая последовательность, она ищется не... А, ну давайте про время работы, кстати, мы не поговорили. И вообще про время вот там тоже не поговорили, но там все за линейное время работает, там по коду просто понятно. Тут по коду понятно, что работает за квадратичное время. Да? Вообще, как оценивать время работы? Ну, надо... Ну, перед тем, как код написали, оценивать это следующим образом. Надо понять, как бы, сколько у вас есть у функции вот этих различных аргументов, то есть состояний, так сказать. мы их в простонародье называем состояниями. И для этого... Ну, состояние ничего не определяет, на самом деле, время работы. На самом деле, время работы определяет это вот такие... подсчет, суммарный подсчет этих формулок, да? Это в каком-то смысле переходы, то есть мы... Когда мы какое-то f от g используем для того, чтобы вычислить f от и, это какой-то переход, в каком-то смысле, да? И вот, то есть как вот доказательства по индукции переход, да, называется? Вот так же прямо здесь, что мы считаем суммарно, сколько есть, сколько как бы формул... Короче, суммарный размер формул для всех состояний просто. Ну, вот сколько переходов вот здесь конкретно, у нас из каждой позиции в каждую следующую гипотетически может быть переход. Поэтому n в квадрате переходов. Поэтому вот работает за n в квадрате. Ну, каждый переход как бы за единицу вычитается. Просто 1 максимум и 1 плюс 1, как бы, да? Вот. Поэтому вот надо посчитать, сколько просто есть переходов. Ну, там было линейное число переходов, просто из каждой позиции 2. Здесь из каждой позиции, ну, из позиции номер i и минус 1 переходов назад. Ну, сзади как бы, да? Так. Хорошо, давайте мы еще... Ну, такой технический момент, как вообще говоря, еще реализовывать можно. Можно реализовывать, как вот так формулку мы посчитали, а на самом деле можно еще чуть по-другому реализовать. То есть, как мы здесь реализовали? Мы хотим посчитать f от i, и дальше внутри цикла, внутри как бы вот этого уже цикла, вот здесь мы вычисляем f от i, да? То есть, как бы, чтобы вычислить f от i, мы идем назад, и все сзади смотрим элементы, и вот вычисляем f от i. Может чуть по-другому это делать, чуть технически по-другому. Можно взять, изначально сказать следующее. Весь массив f заполнить единичками, а потом действовать следующим образом. Идем по всем элементам, и будем, наоборот, вперед. Будем считать, что i это предпоследний элемент, а сейчас мы найдем какой-нибудь следующий элемент и попытаемся добавить к it. То есть, как мы это сделаем? Мы переберем элементы следующие и посмотрим, если j это элемент может быть добавлен к it. То есть, у меня как бы i и j теперь местами поменялись, теперь i предпоследний, а j следующий, да? То есть, у нас вот есть массив, вот есть it элемент, вот на него заканчивается какая-то подпоследовательность, и мы пытаемся как бы эту подпоследовательность продлить на один, то есть, всеми развозовыми способами. Мы перебираем j, такое, что это меньше, чем это, и записываем в позицию j, что мы можем такую последовательность получить, такой длины. То есть, если так, то говорим, что f от j это максимум из того, что было в f от j, то есть, максимум среди всех предыдущих найденных впоследовательности для j, и f от j плюс 1. Вот так, f от j плюс 1. Вот, примерно все то же самое, только чуть-чуть, как бы, ну, как, аналогия может быть с тем, что порядок суммирования поменяли, да? Или по-другому, как бы, делаем, с другой стороны пошли. Но по смыслу, то все то же самое у нас получилось. То есть, почти тот же самый код, только теперь у нас и это предпоследний, j последний, и цикл какой-нибудь темпе поменяли. Вот. Но в целом, это, как бы, можно и вот на те задачи тоже сделать. Мы для кузнечика будем его вперед на 1 посылать или на 2. И также теперь обновлять именно туда, куда посылаем значение. Но это какой-то просто другой, с другой стороны по-другому, может, думать, при вычислении формулы просто по-другому размышлять. То есть, мы не конкретно эту формулу уже вычисляем, а как-то эту формулу чуть преобразили и с другой стороны, как бы. Так, может быть, кому-то проще реализовывать, просто. Это какой-нибудь задача. Может быть, так проще реализовывать. Ну, собственно, мы вперед, как бы, наше значение отправляем. А тут, как бы, сзади мы вычисляем нашу функцию, явно, на каждой итерации. То есть, тут в конце эта функция вычислится. Тут инвариант следующий, что на ито итерации у нас вычислены все от первого до итова. Правильно. И когда мы переходим от и к и плюс один, у нас вот для того элемента тоже все уже вычислено. Мы из всех предпоследних элементов уже попробовали в нее переложить ответ. И наилучший нашли. Вот так, хорошо. Ого. Так, хорошо. Вопросы к ней есть? Если нет, то давайте пойдем к следующей задаче. Задача о редакционном расстоянии. В двумерную перейдем. А вот же, двумерную штуку перейдем. У нас состояние чуть посложнее сейчас будет. Не просто позиция последних элементов под последовательностью. Так. Спасибо. Спасибо. Что у нас происходит? У нас задано две строки. Ну, можно считать, что заданы просто две последовательности. То есть, S1, S2 и так далее, Sn и вторая, T1, T2 и так далее, Tm. Ну, строка это просто последовательность, у которого каждый элемент из какого-то множества. Ну, просто последовательность. Нас будет интересовать эта задача только на равенство. Умение сравнивать эти последовательности. Ну, вот. Ну, там, я не знаю, давайте какое-нибудь слово. Блин. пример. Что-то сложно придумать. Эй. Так. Ну, я не знаю, давайте маркер и ну, пусть будет manner. Так, похоже. Ну, надо по длине, по длине что-нибудь еще изменить, чтобы было более понятно. короче, короче слово, когда не знает. Похоже. монг, нормально. Просто слово, неважно. Вот. И задача следующая. Мы можем, ну, давайте будем считать, что вот это начальное слово, это конечное. на самом деле не очень важно. А, нет, важно будет, да. Какое начальное, которое конечное важно будет. Вот начальное слово S, конечное слово T. Мы хотим узнать следующее. За сколько, за какую стоимость мы можем слово S, опять стоимость, за какую стоимость можем из слова S получить слово T. Опираться можно делать следующее. Мы можем удалить какую-нибудь букву. Просто взять, удалить букву. Это будет стоить, ну, давайте D на удаление. Можем добавить какую-нибудь букву, ну, например, N в любую позицию. Сюда добавить просто. Это будет стоить A. И еще заменить какую-нибудь букву. Взять какую-нибудь букву и заменить на другую. Ну, например, вот какой-нибудь M заменить на S. Это будет стоить R. То есть удалить, добавить и заменить. Вот три стоимости у нас есть. И надо найти, за какую минимальную стоимость можем из первого слова второе получить. Редакционное расстояние. Может, я, конечно, чуть более обобщил, но, в общем, так. Ну, например, для похожих слов, вообще говоря, в чем мотивация этого всего, для похожих слов редакционное расстояние маленькое. Ну, и вообще говоря, искать, насколько какой-нибудь... Ну, я не знаю, как бы DAR. Ну, оно... При нормальных, короче, значениях DAR эта функция даже может быть метрикой, и вы даже ее можете использовать в каких-нибудь других штуках, чтобы что-нибудь близко искать там. Не знаю. Вот. Ну, не важно. Вот просто давайте у нас такая абстрактная задача. Редакционное расстояние. Так, давайте вернем маркер наш. Маркер. Вот. Хорошо. Здесь уже вообще непонятно, что делать, на самом деле. Но... Давайте поймем. Ну, на самом деле, что хочется делать? Хочется как-то понять, как одну букву на другую заменить, да? То есть в каком-то смысле... Ну, хочется, во-первых, тем буквам, которые замачиваются друг с другом. Например, вот это. Возможно, в оптимальном это K не будет ни удаляться, ни добавляться, ни изменяться. Возможно. В оптимальном. Хочется как-то научиться их матчить друг с другом. Что уже равное. Хочется, если что-то исправить выгоднее, чем удалить и добавить, лучше исправить. То есть тоже помачить буквы друг с другом. Ну, а если там ничего не получится, то добавить или удалить. Вот. Для этого мы заведем следующую функцию. Уже не такой простую. От двух аргументов. F и G это будет следующее. Это какое редакционное расстояние... Расстояние между словами... Расстояние E. Между словами S1, S2 и так далее, S1. То есть у первого слова мы взяли первый E букв. А у второго слова T1, T2 и так далее, TG. Первый G букв. Вот. F и G это редакционное расстояние между этими двумя словами. Ну, вообще говоря, посчитав это, ответ получить легко. Ответ просто FNM. По определению. Осталось так правильно посчитать. Окей? Понятно, что значит функция определения? Если что-то непонятно, дальше что-то пойдет плохо. Окей, вот такое определение. Ну, например... Ну, например, вот у нас F4.4 для нашего. Это как бы редакционное расстояние между Mark и Monk. Ну, там, если, например, заменять дешевле, чем удалять, добавлять, то тогда просто наше оптимально будет два раза заменить. На конкретном случае. Я так думаю. И все. Вот. Ну, у нас как бы это еще зависит от... На самом деле. Поэтому так легко понять, что там, сколько стоит, непонятно. Но, наверное, если пример мы рассмотрим, будем рассматривать, когда удалять, добавлять, там, и заменять. Один просто стоит. Такой классический случай, когда все один просто стоит. Ну, ладно, давайте мы теперь пообсуждаем как бы идейно вообще, куда мы можем продвинуться, чтобы попробовать посчитать это F и G. Ну, а хотим посчитать вот редакционное расстояние этих двух слов. Ну, что может быть? Что может быть? Вот. Ну, у нас два варианта. Вот давайте посмотрим букву S и T. Для нее несколько вариантов есть. Один из вариантов S и T останется нетронутым, то есть мы его не будем удалять. И, ну да, S и T останется нетронутым, мы его не будем удалять. Либо мы его удалим или заменим. То есть для S и T вообще говоря, жизнь, она либо как бы будет жить S и T, либо мы удалим или заменим. Хорошо? А дальше про T, G, T можем поговорить. Оно, ну, вообще у нее тоже несколько вариантов, откуда она могла T, G, T появиться. Либо оно раньше было в строке S, либо мы ее получили добавлением или заменой. Согласны? То есть сама буква T, G, T, она либо уже была в строке S, мы там что-то поделали, какие-то буквы поудаляли, или там подобавляли, и позаменяли, но при этом T, G, T, она уже в строке S была, и ту букву, которая изначально была, мы ее не заменяли, не добавляли, не удаляли. А ее именно, из нее получилась буква T, G, T. То есть у нее тоже два варианта. Либо она была изначально в строке S, либо она только как-то появилась, либо заменой, либо добавлением. Окей? Ну, если она появилась с добавлением, ну, вот давайте предположим, что T, G, T появилась с добавлением. Что тогда можно сделать, чтобы из строки S получить строку T? Тогда можно сделать следующим образом. Надо из строки S1, S2 и так далее, S, I получить строку T1, T2 и так далее, T, G, минус 1. А после этого сделать одну операцию добавления, буквы T, G, T. Окей? То есть если T, G, T получено добавлением, то нужно действовать вот так. Хорошо? Да, нет, да, как? Контакт? Да, все. Все, подтвердили, я теперь не волнуюсь. Вот. Хорошо, это про добавление. Еще T, G, T могло получиться какой-то заменой, да? Заменой. Ну, заменой какой буквы не очень понятно. Замена какой буквы не очень понятно. То есть могла, в принципе, замена буквой S и T получиться? Могла, в принципе, и не замена буквой S и T получиться. Ну, вот если она получилась с заменой буквы S и T, тогда что нужно? Сколько это стоит? Это надо сначала, то есть это add T, G, T. А это S и T заменили на T, G, T. Тогда это что такое? Это мы из S1, S2 и так далее, S и минус 1 получили строку T1, T2 и так далее, T, G, минус 1. А потом просто взяли и, ну вот, как бы их не трогали, эти буквы. Тут поменяли префикс на префикс. А потом просто S и T заменили на T, G, T. Еще одна операция. То есть здесь плюс add сделали, а здесь плюс replace сделали. Ну, то есть вот такие варианты. Либо Так, это T, G, T, S, E, T, отлично. И еще может быть вариант, когда S, E, T равно T, G, T. И T, G, T, это как раз не получено ни добавлением, ни replace, а именно оно было в строке S до этого. И оно было в строке S именно на последней позиции. То есть из S, E, T получилось T, G, T, но не заменой. Такое могло быть. S, E, T равно T, G, T. При этом T, G, T, оно получилось ни добавлением, ни replace. Оно уже как бы и было в строке S. И оно было именно на этой позиции. Тогда мы можем просто сказать, что... Ну, и вообще говоря, если оно уже не на этой позиции было, то всегда можно считать, что оно на этой позиции было. Потому что если оно не на этой позиции, то значит мы S, E, T удалили. А если оно как бы удалили, можно вместо нее просто другую букву удалить. Но это не так важно. Важно, что мы из S, E, T, G, T. Давайте вот так. Получили S, E, T, но без замен. То есть здесь replace именно, а здесь просто без замен. Получили. И тогда у нас ответ это просто S1, S2 и так далее, S, E минус 1. Превратить в T1, T2 и так далее, T, G минус 1. Но без replace. Все. Именно вот столько это стоит. Окей? То есть мы все заменили здесь, а это уже равно все на месте стоит. Ну, это все варианты, когда S, E, T остается. Ну, в смысле, это все варианты, когда S, E, T либо заменяется, либо остается. Когда S, E, T не остается в конце, у нас просто из S1, S2 и так далее, S, E минус 1, надо получить T1, T2 и так далее, T, G. Да, это когда S, E, T удаляется. S, E, T удаляется. Смотри, вот так. Когда у нас replace-ится что-то на T, G, T, тогда у нас следующее происходит. Мы сначала из префикса получаем префикс, а потом replace-им. То есть у нас, на самом деле, ну, тут как бы надо, сейчас надо понять, вообще говоря, что мы все вообще возможные способы описали как-то. Давайте, как бы, вот мы уже что-то попробовали описать, давайте поймем, что мы все описали. Давайте посмотрим на S, E, T. У нас два варианта. Либо S, E, T удаляется. Ну, три варианта, ладно. S, E, T удаляется. S, E, T заменяется. И S, E, T остается, каким оно было. S, E, T удаляется. Это вот это все забирает в себя. Окей? Все, S, E, T удаляется. Вот здесь мы учили. Теперь S, E, T не удаляется, но теперь S, E, T не удаляется просто. Теперь у нас про T, G, T есть несколько вариантов. Либо T, G, T получилось добавлением, тогда, ну, вот S, E, T не удалилась, T, G, T получилось добавлением, тогда это вот этот вариант, что какая-то еще буква, короче, после S, E, T была добавлена, которая помачивалась с T, G, T. То есть просто добавление. Вот. Это были те случаи, когда S, E, T и T, G, T друг друга не помачивались, ни по replace, ни просто так. Да? То есть если они друг друга не помачивались, они последние буквы. Это либо S, E, T перестал быть последним. То есть либо мы ее удалили, либо после нее что-то добавили. Либо, а T, G, T, она как бы остается последней всегда. То есть мы S, E, T удалили, либо после S, E, T что-то добавили. А теперь S, E, T, оно всегда остается последней буквой. Это что значит? Это значит, либо мы заменили S, E, T на T, G, T, либо они уже равны. Вот эти два варианта. Окей? Понятно, почему все способ описали? Вопрос, осталось ли S, E, T последним. Вот эти два случая не осталось, эти два случая осталось. Когда остался S, E, T, G, T, они должны с T, G, T помачиваться. Помачиваться двумя вариантами, если они не равны, то replace, если равны, то просто так. Ну все, вот такие формулы. Поэтому делаем следующим образом. Ну давайте запишем явно формулу. То есть F, E, T, G, T. Ну для I, там понятно, для больших I, G. Еще по изначальным значениям, с начальными значениями разберемся. F и G это же следующее. Это минимум, теперь минимум, да? Понимаете теперь, почему я минимум всегда писал? Вот она, минимум-то. Ну минимум из нескольких величин. Ох, как сложно-то. Ну, да. Да. Ну из трех величин, на самом деле, вот эти две, они более-менее одинаковые. Отличаются только replace, если S, E, T не равно T, G, T. Поэтому на самом деле, можно вот эти две заменить. Replace умножить на, то есть replace умножить на S, E, T равно T, G. То есть она умножается на 0, когда равно, ой, не равно, да, вот так, не равно. Умножается на 0, когда не равно. В смысле умножается на 0, когда равно, и умножается на 1, когда не равно. В этом смысле напишем просто. Вот, ну и тогда у нас следующее. Либо у нас вот это, это F и минус 1G. Это, а, кстати, S, E, T удаляется, плюс delete, я еще забыл. Да, что-то я пропустил. Вот, плюс delete, все нормально. Так, F и, а то как-то я за 0. F и минус 1G плюс delete. Либо F и G минус 1 плюс add. Либо, третье, это F и минус 1, G минус 1 плюс что? Плюс, ну вот это, плюс R. Ну, короче, если, тут просто два разных варианта. Если S, E, T равно T, G, T, то единиц, то R. То есть, как бы два варианта тоже. R, если S, E, T не равно T, G, T. И 0, если S, E, T равно T, G. Вот такая формула получается. Окей? Вот, ну и тут та же самая история про то, что, про сохранение минимума. То есть, если мы такую операцию, например, делаем, здесь реплейс делаем, то очевидно, что нам нужно как можно более дешево получить из этой строки эту. Просто у нас нет вариантов помачить эти буквы вот с теми, которые здесь будут после у нас. Потому что эти уже друг из друга получаются, поэтому все. Вот, ну то есть, мы сводимся как меньшим префиксом. Так, есть вопросы? Как получить сами операции? Это, наверное, большой вопрос. Как получить сами операции? Ну, надо действовать примерно так же. Надо понимать, какой из трех более оптимальной данной ситуации. То есть, мы опять же назад как бы действуем, начинаем с NM. И смотрим, какая операция наиболее оптимальная в данной ситуации. И просто все операции сейчас восстановим с конца. Ну, например, если оптимальный вот это, первый как бы аргумент минимума, то тогда надо сделать все остальное, а потом сделать delete. То есть, последняя операция будет delete. И delete именно буквы S и T. Если вот это, то последняя операция add будет. Это add именно буквы T, G, T. Ну, T, G, T в позицию соответствующую. То есть, видимо, мы как-то будем... Из формулы следует, что мы как-то букву будем по одной восстанавливать. Вот. А из этой операции, если третья, то тут либо ничего не делаем, и надо просто перейти в и минус один же минус один, никакой операции не произошло. Либо мы делаем replace. Из S и T, F тоже. Окей, то есть, восстановление примерно такое же, только теперь у нас как бы состояние из двух стоит. Массив тут двумерный, возможно, будет. Вот. Ну, и как бы вычисляем мы так же у нас. Смотрите. У нас теперь... Раньше, когда у нас был один массив, у нас было понятно, что просто от предыдущих зависит. Теперь у нас как-то сложно зависит, но на самом деле можно наше как бы F вычислять... Ну, F это что такое? Такая матричка будет, да? Двумерный массив. Строчка означает... Ну, конкретно здесь у нас, видимо, так. Строчка означает следующее. Здесь маркер. А здесь NK. Вот так, да? То есть, здесь как бы пустая строка из пустой строки. Пустую строку за ноль можно получить. Ну, и тогда я вот матричку можно заполнить. Но наше значение, вот, например, вот здесь значение, значение вот в этой строке, в этом столбце, оно зависит от трех. От вот этого, от вот этого и от вот этого значения. Да? Поэтому, на самом деле, можно просто вот вычислять построчно. Сначала первую строку, потом вторую строку, потом третью строку. Всегда у нас все значения, от которых мы зависим, будут уже вычислены. Либо можно по столбцу тоже вычислять. То же самое. Вот симметричные строки друг к другу. Имеется в виду... По задаче не симметричны, потому что у нас есть DA различные, да? А в целом, в тому, как по порядку вычисления, они симметричны. Можно и так, и так вычислять.